всем привет друзья мои я блогер из Турции из города Мерсин вы на канале Светлана Ата добро пожаловать ко мне всем привет друзья мои с вами я Светлана Ата я сегодня в таком хорошем настроении вообще вы наверное скоро шок получите от моих названий да и всего но что делать о чем я хотела поделиться сегодня я покрасила сама покрасила вот этой моя красочка которую вы увидели да вчера я купила и купила несколько тонов и сделала решила перейти на более такой серьезный ну завтра мы едем завтра мы едем на экскурсию в Тарсус с Натальей с ее братом с мамой с Лаки с утра уходим и вечером вернемся покажу вам все красоты вообще всего всего самого интересного что есть в Тарсусе но если возможности будут открыты достопримечательности вы же знаете что из-за ковида такая проблема так вот друзья мои сейчас вот целый день я в таких делах 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 то ко мне Настя приходила мы работали то целый день по интернету тоже общаюсь по телефону аж кема завтраком накормила и сейчас вот я не знаю у меня сегодня особенный ужин только для меня смотрите какой мой ужин я вчера решила засолить хамсу это хамса без косточек так не захотелось рыбки и вот я что сделала посмотрите я отварила себе картошку в мундирах нарезала кучу вот это я все буду есть я уже привкушаю ее столько времени целый день аж кема показала гурашка посмотреть вот хамса он говорит хорошая вас понюхала как пахнет да понравилось ну говорит кушай приятного аппетита хотя в том году он попробовал ну я ему оставлю он наверное пока он говорит если тебе понравится я тебе куплю рыбу еще будешь солить также хочу и ставритку тоже научиться смотрите вот мои малосольные огурчики вы видите сколько времени они лежат в рассоле и они такого же зеленого цвета почему потому что я ее залила прохладной водой ну и турецкие тут вкуснятины это мои помидоры все пошла я ужинать ашкэм пока не хочет ашкэм гель джан им бинем сейчас посмотрим как он отреагирует гели били массы лютвен только водки не хватает на водку не пью что могу сказать вам любой стране можно подстроиться адаптироваться все есть вокруг только нужны руки и голова чтобы сделать черный перчик вот хлебушек и борщ здесь можно приготовить все все что хотите лишь бы было желание хамси и джекмаса ашкэм гель что-то и что-то астриго астриго Это не жарено, ничего. Нормально? Юзель, по-татисы баксы. По-татис, Аллах. Юзель, по-татисы биробер. Пусть он работал. Понравилось, Юзель? Уже понравилось. А, Ашки. По-татисы биробер. Супер, истёрся? Не хочет на вечер, вы видите. Как Ашки, пробовал хамсу. Ну ничего, тест прошёл. Всем доброго вечера, друзья мои. Вы сейчас спросите, почему я при таком параде. Я только что загрузила новое видео на мой второй канал. Если вам интересно, можете пройти и посмотреть. Светлана Атаги Гоэс. И решила ответить вам на вопросы. Значит, ну естественно, очень многие интересовались, почему я закрыла это видео про помолку. Ой, я так перенервничала. Перенервничала, почему? Потому что меня попросили его вообще убрать с канала. Но я очень много работала над этим видео. Потеряла время, два дня. Так красиво всё оформила. Вы сами видели, оно не такое уж было. Ничего там такого недостойного не было. Всё красиво. Но это не понравилось нашему зятю. Он не хотел показывать свою жизнь личную на весь мир. Хотя там мне ничего не намекнул, ничего. Единственное, когда вот я снимала... Вы знаете, мои родители не против, моя заловка не против. И племянница раньше очень много, часто снималась в моих видео. Но старшая заловка, когда родственники зашли, родственники зядя пришли брать слово, она мне просто предупредила, что этот момент нельзя снимать. А потом говорит, можешь снимать. Ну вот я и снимала. Все снимали, я снимала. Но у него такая была реакция. И на следующее утро моя племянница мне звонит, пишет. И просит, пожалуйста, Йенге, она мне называет, убери его. Я говорю, а как это убрать? В чём проблема? Ну я так возмущалась, я там с мужем начала разговаривать, всё объяснять. Он говорит, я тоже не понимаю, в чём дело. Но если она просит, она сказала, он попросил, чтобы убрали. А я, говорит, не хочу портить отношения со своим будущим мужем. Ну конечно, я возмущалась, возмущалась, позвонила Узлем также. Высказывала ей, она тоже ничего не поняла, в чём тут дело. Но новый зять, новые правила. Я так разозлилась, я говорю, всё, я не пойду на свадьбу. Пускай без меня всё они там делают. Ну вот такова жизнь. Но я нашла выход, я его не истёрла, а я его закрыла. А потом очень многие из вас мне писали в личку. Мы не успели посмотреть, ну почему ты закрыла? Я его открыла по доступной ссылке. Я подумаю, что у нашего нового зятя не хватит ума почитать по другим видео, если ему никто не передаст, что там есть доступ. Так что, если вы хотите, вы можете зайти в комментарии под видео. Как видео называется, сейчас я вам скажу. Видео называется «О чём не хотела я вам рассказывать». Вы можете в комментариях, в моём, оно закреплено, пройти посмотреть по доступной ссылке. Так что я нашла выход. Так, ну а сейчас, я думаю, что они не догадаются о моей хитрости. И вы сможете его посмотреть и написать свои комментарии, я вам отвечу. Ну а сейчас заодно я отвечу на ваши вопросы. Вот здесь вот в видео «Помолка». Задали вот такой вопрос. «Помолка, колечки обручальные на пальчиках». Не поняла, почему у невесты колечко с камешком и обручальные. Расскажите об этом, интересно. Кольца обручальные. А с камешком это её колечко было. Так что, по-моему, ответила на вопрос. Ну а жених подарил невесте, вы как видели в видео, серёжки из белого золота. И ещё хочу ответить одной моей подписчице, которая постоянно меняет название своих каналов. Ну вот какая-то вот она обозлённая на моего мужа. И вот её комментарии тоже такие негативные. Иногда складывается впечатление, что Индир живёт в основном ради вкусной жрачки. Извините, и зачем вы со взрослым мужиком сюсюкаетесь, как с декоративной собачкой? Индир мой не живёт ради жрачки. А что я буду вам снимать? Скажите, моя хорошая. Как я его целую и обнимаю? Или чем мы занимаемся? Вам это всё интересно? Я же снимаю где-то 5 минут видео, 10-15. Я же не буду снимать всё, чем мы занимаемся целый день. У Индера еда не на первом плане. И он не похож на голодных мужчин. А сюсюкаюсь с ним, потому что он этого достойный. У нас такие отношения. Дай Бог и у вас, мам, таких отношений с вашим мужчиной, как у нас. Мы уже настрадались с ним за всю жизнь. И сейчас живём ради друг друга. Может, это кому-то не нравится, но нас это устраивает. И мы будем так же продолжать жить. Моя уважаемая. И очень хотелось бы мне ответить на комментарии одной моей подписчицы к моему фильму, видео «Бывают ли удачные браки в Турцию?» Это знакомство со счастливой парой, где я познакомилась с Татьяной и Бюлентом. Она написала, что она недавно подписалась на мой канал, спрашивает, а та это фамилия... Да, а та это фамилия моего мужа. И ещё задают такие вопросы. Сколько времени Татьяна замужем? Татьяна замужем, наверное, 5 или 6 лет, мне кажется, замужем она. Так я уже не помню. История её знакомства с мужем, отношения с родственниками. Татьяна мне рассказывала как раз в тот день, что она познакомилась очень интересно. На Украине её муж, у него друг работал там, женился на украинке. И Бюлент был холостяком, и они ему подыскивали какую-то пару. Да, было очень много рекомендаций, но никто ему не подошёл. И вдруг его познакомили с Татьяной. Он это как-то подумал, что он старше её. Как-то не серьёзно посмотрела сначала она в его сторону, но они, естественно, встретились здесь на Украине. И говорит, я поеду, и обязательно приглашу тебя в гости. Ну, она так подумала, что как и все мужчины, верить нельзя, но вдруг он всё... Присылает мне фотографию паспорта, и сразу через пару минут я билет тебе взял. Я тебя жду. Ещё, по-моему, на дорогу там ей прислал деньги. Всё, поставил её перед фактом. Ну, она поехала, приехала, побыла здесь, уехала. Потом, через две недели он пишет, я тебе купил билет, жду. Вот так несколько раз Татьяна ездила. За какое-то короткое время она очень часто ездила. И в следующий раз, когда она приехала, он сказал, ты больше не уедешь. Я на тебе женюсь. Вот так Татьянушка завоевала сердце бюлента. Это очень интересная история. И всё, они быстренько оформили, поженились. И вот такая вот её. А у него детей нету, развиводит с женой. У него там братья. Отношения у неё хорошие с родственниками. НДР подружился с бюлентом, потому что он серьёзный. Они почти одного возраста, но он старше чуть-чуть. Но у них очень хорошие отношения. Они хоть не часто встречаются, но я слышу, что иногда он разговаривает часами с кем-то. Я говорю, Кимилек, он и Шьёрсон, с кем ты разговариваешь? Он говорит, с бюлентом. У них очень хорошие отношения. И он очень достойный мужчина. Вы сами видели, как они живут достойно. Он и питается у него, и смотрит себя, и Татьяну, и всё. Ни в чём не отказывает. Таких хоромок живут. Так что семья очень хорошая. Татьяна крутится как может. Она занимается недвижимостью. У Татьяны один ребёнок на Украине. И она часто ездит к нему. Ну, сейчас вот из-за коронавируса не получается. Но так что вот такая информация про Татьяну. Надеюсь, я ответила вам на вопрос. А мы завтра едем с Натальей, с её братом. Ну, что, буду заканчивать моё видео. Надеюсь, вам оно понравилось. Мой образ тоже понравился. Вот так я готовлюсь. А мы завтра едем с Натальей, с её братом, в Тарсос. Показывать мы возьмём машину на прокат. И я увижусь в моём любимом Лаки. И мы прекрасно проведём время. И я сниму много видео и покажу вам. Ну, что, пока-пока. С вами была Светлана Ата.